В этом году в Суча приехали представители 45 регионов России. Один из основных вопросов, который надо обсудить специалистам, введение со следующего года единого евразийского технического регламента и по производству, и по эксплуатации аттракционов. Появится и единый федеральный надзор за работой парков. Сейчас соблюдение требований безопасности в регионах контролируют разные ведомства. Помимо этого, отметил член Совета Федерации и в прошлом сотрудник налоговой инспекции Владимир Политаев, у парков появились сильные конкуренты, которые платят меньше налогов, соответственно, и выживать им легче. Очень много развлечений предоставляется в торговых центрах. Мне вот интересно о том, что даже то, что они конкуренты, не конкуренты, получается вам, да, и в связи с тем, что они переходят на интересную такую патентную систему налогообложения, о том, что они выпадают из пространства и, честно говоря, я так понимаю, что они круглогодичны, в отличие от тех же парков, которые представлены, которые носят в большинстве случаев сезонный характер. Борьба за своего клиента – это залог жизнеспособности любого парка. Чем привлечь, как развлечь и как сделать так, чтобы пришли потом снова? Все это сегодня вопрос номер один. Так как мы работаем в сегменте массового доступного отдыха для населения, поэтому чувствуется, что у людей снизились доходы. И небольшое падение, оно есть и в этом году. И как раз задача нашего форума – как раз обсуждать, а что надо придумать, чтобы увеличить доходность. Итогом четырехдневной работы форума станет определение победителей ежегодного осмотра конкурса «Хрустальное колесо». К слову, сочинские парки не раз становились его обладателями. Продолжение следует...